здравствуйте ученики шестых классов продолжаем всю общую историю изучать видео урок 19 тема что англичане считают началом своих свобод перечень вопросов указан в преамбуле видео вопросов 5 первый вопрос нормандское завоевание 1066 году начинается завоевание англии герцогом нормандии вильгельмом это потомок норманов и северных французов используя прекращение старой династии в англии с которой он был в родстве вильгельм предъявил права на королевский престол и получил поддержку папы римского при том он получил поддержку из своих фасалов рыцарей из других областей франции войско вильгельма переправилась через ла-манш и высадилась на южном берегу англии здесь произошла битва при гастингсе которая решила судьбу страны главную силу англосаксонского войска составляли свободные крестьяне вооруженные пиками и топорами вильгельм же располагал рыцарской конницей которая изрубила англосаксов и которые потом были зато затоптаны лошадьми вот так все просто в бою пал король и погибла его конная дружина нормандский герцог захватил столицу англии лондон и стал английским королем под именем вильгельм первый завоеватель в англии стала править нормандская династия и постепенно завоеватели распространили свою власть на всю территорию страны большинство крупных местных феодалов вильгельм завоеватель отобрал земельные владения и раздал своим рыцарям они получили земли самых разных областях страны поэтому в англии не было таких крупных владений герцогов и графов как это было во франции чтобы держать покорность завоеванную страну новые господа нуждали в сильной королевской власти вместе с оставшимися англосаксонскими сеньорами они принесли клятву верность вильгельму стали его прямыми вассалами нормандское завоевание усилило королевскую власть и положило начало образованию централизованного государства в англии по приказу вильгельма была проведена перепись всех земель и населения англии сведения сообщались под присягой а заложные показания сурово наказывали огромную книгу с результатами переписи народ назвал книгой страшного суда люди говорили что когда христос будет судить всех на страшном суде они будут отвечать столь же подробно и правдиво многие крестьяне до завоевания свободные были занесены в книгу как подземельно зависимые часть лесов была превращена в места королевской охоты того кто осмеливался убить зверя в заповеднике вешали или лишали глаз второй вопрос борьба короля с крупными феодалами генрих второй и его реформы при внуках вильгельма завоевателя крупные феодалы в англии их называли баронами вергли страну в междоусобную войну но в англии раньше тем во франции сложились более благоприятные условия для усиления королевской власти большинство английских городов располагалось на королевских землях вот поэтому все так и произошло хотя король облагал горожан тяжелыми налогами они поддерживали его так как предпочитали лучше иметь одного тирана чем сотню тиранов опираясь на рыцарей духовенство и горожан королевская власть одерживала одну победу за другой со значностью своей на престоле утвердился король генрих второй годы правления 1154 и 1189 основавший династию плантагенетов большие перемены в жизни англичан вызвала судебная реформа генриха второго каждый свободный человек в англии получил право уплатив деньги обратиться в королевский суд минуя суд местного феодала расследование проводили где 12 человек и числа местных жителей которые присягали на библии вести дело честно завершив расследование они давали показания в королевском суде так возник суд присяжных действующих по ныне в демократических государствах но лично зависимых крестьян по-прежнему судили их господа король провел военную реформу вместо обязательного участия в походе рыцари могли уплатить королю особый взнос счетовые деньги на них он при необходимости набирал наемное войско это уменьшило зависимость короля от военных сил феодалов генрих второй восстановил также народное ополчение существовавшая в англии до нормандского завоевания всем свободным мужчинам было предписано принести присягу на верность королю обзавестись оружием и хранить его при себе на местах была усилена власть шерифов королевских чиновников управлявших округами которые назывались графствами шериф собирал налоги с населения преследовал и судил нарушителей порядка командовал ополчением вот так отзывались о генрихе втором генрих второй был человеком переменчивого нрава мог быть открытым и щедрим доступным но когда гнался гнался гневался внезапно превращался в разъяренного тирана король владел шестью языками правда не знал английского имел редкую память и обширные знания небрежно одетой умеренной пищи безразличный к женщинам а также к жизненным удобствам он был неутомим и решителен в делах этот король положил все силы на то чтобы подчинить государство своей власти государственная власть это было его все он метался по своим владениям подавлял мятежи господ распускал их отряды осаждал замки третий вопрос великая хартия вольностей после смерти генриха второго власть перешла его старшему сыну ричарду первому львиное сердце а после смерти ричарда королем стал младший сын генриха второго иоанн безземельный годы правления 1199 и 1216 он унаследовал отца лишь необузданный нрав но как и отец он хотел полностью подчинить баронов своей власти иоанн отбирал земли у неугодных баронов изгонял их из страны даже казнил когда король потерпел тяжелые неудачи войне с филиппом вторым и лишился большей части своих владений во франции бароны подняли мятеж но вместе с баронами на этот раз выступили те слои населения которые раньше брали сторону короля то есть духовенство, рыцари, горожане король остался лишь с небольшой свитой пришлось пойти на переговоры в 2000 вернее в 1215 году иоанн подписал великую хартию вольностей хартия в переводе с латинского означает грамота то есть великую грамоту вольностей историки считают эту хартию первой в европе конституцией закон и порядок должны были соблюдаться королем под угрозой феодальной войны великая хартия вольности оградила не только знать от произвола короля но и рыцарей и горожан от притеснений знати однако подписав хартию иоанн не собирался выполнять ее требования заручившись поддержкой папы он начал войну против своих противников но в разгар военных действий он умер несколько извлечений давайте из великой хартии вольности здесь произнесем а именно мы иоанн божией мидлостью король англии повелеваем пункт двенадцатый ни счетовые деньги ни какая-нибудь иная подать не должны взиматься в королевстве нашим иначе как по общему совету королевства если это не для выкупа нашего из плена и для этого должна выдаваться лишь умеренное пособие четырнадцатый пункт а для того чтобы иметь общий совет королевства при обложении пособия мы повелим созвать архиепископов епископов, аббатов, графов и старших баронов нашими письмами каждого отдельно тридцать девятый пункт ни один свободный человек не будет арестован и заключен в тюрьму или лишен имущества или объявлен стоящим вне закона или изгнан или каким-либо иным способом обездолен и мы не пойдем на него войной и не пошлем на него наших вассалов иначе как по законному приговору равных ему и по закону страны шестьдесят первый мы жалуем, чтобы бароны избрали двадцать пять баронов из королевства кого пожелают если мы или кто-либо из слуг наших какую-либо из статьи мира или гарантии нарушим пусть четыре барона из двадцати пяти явятся к нам указывая нам на нарушение и потребуют, чтобы мы без замедления исправили его а когда исправление будет сделано они опять будут повиноваться нам как делали прежде четвертый вопрос что привело к первому созыву парламента бесхарактерный сын Иоанна Генрих Третий всегда был под чьим-то влиянием особенно родственников и своей жены француженки щедро жалуя земли и доходы иностранцам Генрих Третий вызвал недовольство всего населения король согласился с предложением папы вмешаться в междоусобную борьбу в Италии чтобы завоевать для своего сына трон сицилийского королевства для ведения войны он потребовал отнутри доходов страны по словам современника бароны были настолько возмущены что у них зазвенело в ушах и они наотрез отказали королю в деньгах в 1258 году бароны собрали королевский совет в Аксфорте получивший название бешеный совет их поддержали 60 тысяч вооруженных людей король был вынужден принять требования баронов без их согласия он не мог решать важные дела иностранцы должны были вернуть полученные от короля замки и поместья добившись своего бароны не позаботились о рыцарях и горожанах среди противников короля начался раскол против него выступили более решительные и дальновидные бароны рыцари и горожане их возглавил граф Симон де Монфор в начавшейся гражданской войне войско короля сначала потерпело поражение в 1265 году чтобы укрепить свою власть граф Монфор впервые созвал собрание на которое кроме крупных духовных и светских феодалов были приглашены представители рыцарей и городов это сословное собрание получило название парламент от французского слова парле говорить любопытно что во Франции парламентом называли верховный суд страны возникший в 14 веке крестьяне использовались борьбой среди феодалов и стали громить их вотчины напуганные народным движением борющиеся группировки феодалов начали искать примирение между собой и пошли на соглашение с королем войско Монфора потерпело поражение а сам он погиб в бою власть короля была восстановлена 5 вопрос английский парламент влияет на дела в государстве король и бароны убедились что без поддержки рыцарей и горожан им будет трудно управлять страной собирать налоги с населения поэтому короли Англии продолжали созывать парламент в 14 веке парламент разделили на палату лордов и палату общин в палате лордов заседали епископы аббаты и светские знатные дворяне вассалы короля а в палату общин выбирались по два рыцаря от каждого графства и по два горожанина от каждого крупного города между рыцарями и горожанами Англии не было такой розни как между этими сословиями во Франции в парламенте они часто действовали совместно поэтому они смогли провести закон о том что ни один налог не будет собираться без согласия палаты общин утверждая новый налог парламент обычно предъявлял королю свои требования и добывался от него уступок постепенно парламент стал участвовать и в издании законов английский парламент имел большое влияние на государственные дела и при том большее влияние чем генеральные штаты во Франции он вынуждал баронов править страной учитывая интересы рыцарей и горожан в нем высказывали свое мнение разные слои населения и улаживались многие назревшие в стране конфликты права сословий в Англии были самыми широкими в западной Европе того времени но крестьяне не участвовали в работе парламента в стремлении к свободе многие из них бежали от своих господ беглецы собирались в отряды бесстрашно стреляли дичь в королевских лесах нападали на феодалов, епископов и чиновников об их приключениях народ сложил песни так называемые баллады любимым героем английских баллад был добрый разбойник Робин Гуд задание на дом в чем состояли главные последствия нормандского завоевания Англии это первый вопрос всего их шесть второй вопрос почему в Англии сословная монархия возникла раньше чем во Франции третий что изменили в стране реформы Генриха второго четвертый составит схемы генеральных штатов и парламента что общего и что различного было в устройстве и составе пятый подсчитать сколько лет существует английский парламент шестой и заключительный начать составление в тетради таблицы короли Англии централизация власти и объединение страны спасибо за внимание до свидания на следующем занятии в видео уроке 20 мы рассмотрим тему столетняя война и в в